Моника, давайте продолжим разговор. Германия сделала ставку на гибкость на своем рынке труда, где еще в Европе работают подобные модели. Вы правы, реформы рынков труда законодательства в этой сфере проводят сразу в нескольких странах ЕС. И все они ставят во главу угла гибкость. Италия, к примеру, приняла закон, упрощающий доступ к рабочим местам для так называемых аутсайдеров. Во Франции сегодня полным ходом идут дебаты о том, как упростить процедуру найма и увольнения, как сделать рынок подвижнее. Одной из задач подобных реформ является реинтеграция в рабочее пространство тех, кто долгое время не мог найти себе место, сидел на пособии. Работодателей поощряют, когда они берут таких людей. Но, как мы видели, это приводит к появлению новой прослойки работающих бедняков. Да, такой риск есть. Но все зависит от того, как власти организуют процесс, на что сделают акцент в реформе. В Германии, к примеру, создание широкой палитры мини-работ, раздробленность занятости, временные контракты привели к росту армии малоимущих, трудящихся. Сегодня по этому показателю Германия стоит на втором месте после США в странах ОБСЕ. Власти должны следить за тем, чтобы люди, получающие пусть и временные контракты, были защищены, чтобы их труд адекватно оплачивался. Обязательно наличие прописанного в законе минимального оклада. В Германии его ввели совсем недавно. Наличие такой планки очень поможет малооплачиваемым людям, позволит им сориентироваться.